Здравствуйте, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале Дом и Сад. Меня зовут Александра Миллер. Если вы смотрите это видео, то наверняка у вас на капусте вовсю орудует белокрылка. Понастроила себе домики под капустными листьями, пьет соки, закатывает капустные банкеты, растит детей, ведет такую себе разгульную жизнь на огороде. То на томатах ее встретишь, то на шпинате, то в огурцах, а то и на цветы уже зарится. Вот зараза! Как избавиться от белокрылки? Что не любит эта маленькая вредная насекомая, капустная белокрылка, или как его еще называют, алиродиды из отряда полужесткокрылых. Биологи насчитали более 1500 видов этого насекомого вредителя, садов и огородов. Какой же вред от белокрылки? Белокрылка не только пьет соки растения, но и создает условия для развития грибковых, вирусных и бактериальных заболеваний, возбудители которых селятся в местах обитания этого насекомого и питаются его отходами жизнедеятельности. На сахаристых выделениях белокрылки, медвяной росе, любят размножаться сажистые плесневые грибы, после которых овощ уже не пригоден в пищу. Белокрылки питаются, выделяя во флоему, живую ткань растения, токсичную слюну, отчего растение тихо увядает. Если вы заметили белокрылку на своем участке, не мешкайте, беритесь за дело, начинайте уничтожать первичные очаги обитания вредителя. Если явление носит массовый характер, следует проводить биологические или химические обработки. На вашей капусте или на других овощах поселилась белокрылка, в таком случае одной обработкой не обойдешься. Придется бороться каждый день, до победного конца, пока вся белокрылка и ее дети не покинут грядку, не эмигрируют или не будут уничтожены. Что не любит белокрылка? Как избавиться от белокрылки? Как уничтожить яйца белокрылки? Борьба с белокрылкой дело сложное, поскольку эти насекомые быстро вырабатывают устойчивость к химическим пестицидам. Но белокрылке не нравятся щелочные растворы. Они выедают водную нежную структуру тела насекомого, личинок и яиц. Лично я использую возможности минеральных удобрений в борьбе с этими вредителями. Это практически народные средства, но жаль, что о них мало кто знает и мало кто применяет. Как только на капусте появляется тля, блоха или белокрылка, на помощь приходит аммиачная вода или карбамид. Водными растворами этих удобрений я опрыскиваю капусту по листу с наружной и тыльной стороны, решая сразу две задачи. Избавиться от насекомых-вредителей и подкормить капусту или другие овощи на грядке. Аммиак, главная составляющая этих удобрений, не только разъедает щедушное тельце белокрылки и ее детенышей, но и не дает ей дышать кислородом. Этот газ легче воздуха. Его молекулярная масса 17, а воздуха 29. Аммиак поднимается вверх, куда стремится спрятаться белокрылка, выпархивая из-под капустного листа и обжигая слизистые оболочки ее дыхательных органов. Как приготовить раствор аммиачной воды для борьбы с белокрылкой? На 10 литров воды возьмите 100 мл 10% водного раствора аммиака, то есть 10% иношетерный спирт, который можно купить в аптеке. Сделайте жидкий раствор, это и будет 1% аммиачная вода, которой следует обработать капусту от белокрылки, ее личинок нимф и яиц. Смывайте личинки и яйца белокрылки с обратной стороны листа. Обрабатывайте листья капусты снаружи, ведь аммиачная вода – отличное азотное удобрение, которое капуста очень любит. Как приготовить раствор карбамида для борьбы с белокрылкой? Схема совершенно аналогичная. Карбамид или мочевина хорошо растворяется в воде. При растворении карбамида получаем все ту же водную форму аммиака – жидкую мочевину, которая губительно действует на белокрылку и ее личинки. Она их просто сжигает, а для капусты – отличное удобрение. Раствор для опрыскивания готовится по следующей формуле. На 10 литров воды требуется 60 грамм 3 столовые ложки карбамида. Если капуста имеет бледный цвет листа, в раствор можно добавить 30 грамм или 1,5 столовых ложки сульфата магния. И аммиачной водой, и карбамидом, или мочевиной опрыскиваете растение утром или вечером. В дневное время жидкость быстро испаряется, и листья не успевают ее впитывать. Конечно, одной обработкой борьба с белокрылкой может и не закончиться. Но знайте, вы на правильном пути. А капуста может принять до 6 подкормок по листу аммиачной водой или карбамидом через каждые 10 дней. И будет ему только рада, ведь это азотное удобрение, которое имеет аммонийную форму. Оно легко усваивается, и в растении не накапливаются нитраты. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях. Может кто-то из ваших знакомых тоже думает, как же избавиться от этой надоедливой белокрылки. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok